Ну-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас вынесу. Должен узнать сейчас, что у меня тут мешает. Хорошо, сейчас я перетащу тебя. Что там у тебя? Освещения нет или что? Что-то у тебя совсем плохой глазок-то. Ты бы купил другой глазок. Хороший. Широкоформатный. Как у меня. Тебе слышно, нет? Да. Мне все слышно. Знаешь, я хотел тебя попросить, отец. Вот у меня, ну, такие три дела были. Что-то у тебя плохо слышно и плохо видно. Да. Мама у меня сейчас на переходе. Уже вечно. Ты что, с телефона говоришь, что ли? Нет. С телефона, как с телефона? Нет. А по сеть уговорит. Ну ладно, говори по делу. Давай я. Везде вас включу. Да. Да. Мама моя, она переходит в ней в деятельности. Ей уже, значит, ну, помолитесь за нее, чтобы она, значит, я ее сокрестил, причастил ее. Она исповедовала Иисуса Христа как мессию, спасителя и правда. Про кого говоришь? Про кого? Про маму. Мама моя, мама. Мама моя. Татьяна Наумовна. Понятно. Вот она на переходе в вечность. Помолитесь за нее. Вот это моя первая просьба. Я, наверное, поеду туда. В Израиль? Да. В Израиль поеду, ну, на несколько недель. Как ты, говоришь, звать-то ее? Татьяна. Татьяна Наумовна. Татьяна. Ей 93 года. Вот. Ты, наверное, до такого возраста не доживешь. Ну, Бог знает, если нужен буду здесь, то... Переживаешь за все так, близко к сердцу берешь. Нет, я, видишь, я очень спокоен. Вот она исповедовалась. Я ей говорил вчера с ней, она еще разговаривала. Да, говорит, я верю Мессию. Она говорит, веришь, мама, в воскресенье, что мертвые воскресны? Говорит, Да, говорит, Наумовна. Веру, да. Вот, говорит, эта жизнь заканчивается, рождаясь в новую жизнь. Да. Да, говорит, веру я. Ну, вот она по-своему вот так вот, конечно, не очень просвещенная. Но вот в старости она, в небо, она все это признала. Понятно. Да. Ну, вот такой вопрос. Первый, да. Ну, второе, помню, я, наверное, уже тебе говорил, у меня здесь у нас была одна верующая, Лиана. Она гречанка. Она служила в церкви. И вот сейчас она психически заболела. У нее сестра была психически больная, отец был больной. Сейчас она заболела. Ну, и мы не могли уже, отдали ее в хостер. Ну, там она поправилась. Уже она хорошо себя чувствует. И уже кто-то помогает там этим бабушкам. Все, все это, да. Понимаешь, вопрос вот этой, с квартирой ее. Сейчас ей, значит, она 40 лет ей. Никакую пенсию не дают ей. Вот, чтобы кто-то ее взял, значит, насчет квартиры. Заниматься мне этим вопросом или нет, не знаю. Вот. Потому что никаких средств у нее нет для существования. И в хосписе требует денег. Там где-то, ну, где-то 200 долларов надо, чтобы месяц туда ее содержать. Ну, вот так вот. Не знаю, какое решение принять. Или кого-то, чтобы взял ее. Там жил у нее в квартире и смотрел ее. Вот, вот второй вопрос. Ну, третий вопрос у меня. Значит, здесь, ну, вот я слушаю ваши ролики. Вот, как вы проводите разбор, как вы подробно там разбираете, салтовами, нигде, очень хорошо. В этом воскресенье был, вспоминали, Виктория Паламы. И вот вы там ничего не сказали здесь о нем. Вот я вспомнил тебя, что твоя тема – это монашество. Именно искаженное монашество сейчас. Здесь, и я знаю, что ты не против монашества. Ну, вот здесь толкует неправильно Григория Паламы. И вот здесь, говорит, они все занимаются Иисусовой молитвою и так задержаются, вот, видеть какой-то фаводский свет. И здесь, ну, вот, хорошо бы ваше пояснение здесь, именно правильное, на основании Писания, вот об этом. Ну, я вспомнил, ну, мне такая мысль на сердце пришла, говорит, вот здесь этот фаводский свет, нетварный, который просиял Христос, да, Я, значит, мне явился, вот именно, когда, значит, ты раскрыл мне правильное учение православное здесь. Вот. И по мере сил я, по мере своей веры, я старался вот идти по этому пути. И здесь, по мере веры, этот свет человек уже, кажется, обожается, все больше становится ближе к Богу, преображается в тот чудесный образ от славы славы, от веры веру. Ну, вот, вот такая мысль мне пришла. Я даже думал, что я скажу своим, ну, там, на приходе, там, о фаводском свете, о такой высоте Иисусовой молитвы. Поэтому пришла вот такая мысль, что у нас здесь именно фаводский свет преображает нам через Писание, открывает нам наши грехи. А если уже человек покаялся, значит, у него дальше идет путь совершенства, путь освящения. Уже, значит, не с прошлыми грехами он имеет дело, а с корнями, с деревом, откуда происходят вот эти грехи. Поэтому здесь вот это освящение от младенца, там, юноши, от младенца, отроки, юноши, мужи и божи совершенные. Вот здесь я, ну, вот, такую идею, что вы раскрыли так на основании Священного Писания, я такую сыную заготовку предлагаю. Еще одно такое, может, вас заинтересует. Когда я пришел в православную церковь, всегда, значит, уже каждое воскресенье были особые, самые яркие вот такие Евангелия и самые яркие апостольские послания. Поэтому здесь начните, конечно, по порядку изучать, как вы изучаете, это очень хорошо. А вот если вы раскрывали эти Евангелия, потому что в каждой церкви читаются по всему миру, читаются вот это Евангелие и апостол. Значит, вот на этом концентрировайтесь, так, чтобы это была проповедь. И тогда, я думаю, священники услышат такое интересное толкование апостольское, еще, значит, толкование филосилакта. И у вас там ребята очень подготовленные, да, интересно слушать. Вот такой порядок здесь будет очень хорошо. Ну, желаю, отец, вот как ты, вот эти вопросы, здесь как ты мне ответишь, или будешь молчать, и уже, тогда я все сказал. Ты один дома, или кто там есть? Нина, вот здесь рядом, моя дорогая супруга Грузинка. Ну, так ты вот посоветуйся с ней, она, может быть, что-то подскажет тебе, потому что она знакома с хорошими людьми, а так издалека, так как советовать? Да, да, хорошо, хорошо, отец, да, благодарю. Да, потому что, видите, Григория Полома, это не в моем ракурсе. Это не живое слово, евангельского там в этих изречениях нету, это совершенно не мое поле. Ну, вот именно о фаворском свете, там же, да. О фаворском свете говорится только один раз у Петра. Видели, говорит, неизреченный свет, и все на этом. И этот свет фаворский никому ничего не дал, кроме апостолов, чтобы они убедились, что это мессия. Все, на этом закончилось. К нему ни Павел, ни Иоанн больше никто ни разу не обращается. Это было им нужно в тот день, когда они были на горе Преображения. Все на этом закончилось. И дальше чего? Говорит, когда этого нигде нет, никто не видел, все это под сомнением. Несомненное было только для апостолов, которые видели. И они об этом говорят. Понимаешь, здесь столько об этом написано, и столько проповедников об этом говорят. Вот вы зайдите на майл «Православия.ру», там какой-то серб. Он там, кажется, на несколько часов, я до конца уже не мог послушать, говорить вот об этом свете, а историю здесь говорит, нет, это серба, вот какой-то аэпископ серба. Об этом не говорит ни Иоанн Златоуст, ни Василий Великий, ни Ефрем Сирин, ни апостола, ни один не говорит. А зачем я буду говорить? Иоанн Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Об этом нет ничего, тварно, нетварно. Это Григорий Паламана ломал дров тут. Это совершенно не евангельские рассуждения, даже не евангельские. Они, как буддийские монахи, смотрят на свой пупок и ищут особую карму. Это Валаам, противник его племян, по всем статьям. Меня спросили, я отвечаю. Я не лукавлю, отвечаю, как есть. Если они имеют что-то, иное мнение, они должны подтвердить священным писанием. Потому что Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих, говорит так. Я вас не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Если оно будет судить, для меня все остальные мнения, все остальные рассуждения не имеют никакого значения. Ибо их на суде Божьем не будет. А будет только святое Слово Божие. А по Слову Божию нет ни одной буковки про то, о чем они рассуждают. Иисусова молитва. Иисусова молитву я каждый день считаю. Вот они у меня. Вот она. Я каждый день это считаю. Вот. У меня получается более тысячи поклонов ежедневно. Ну и что? Так я за это, я в поклон это вкладываю, какой смысл священное писание? Всех святых поминаю. Пророков. Иду вслед за них. Они просто Иисусова молитву. Иисусова молитва 10 раз. Все, на следующей молитве опять 10 раз. А дальше Божьей Матери, Ангелу Хранителю, Яну Хрестителю, Николичу Дотворцу. А они от повторения думают что-то. Это сегодня, говорит, религия белого магизма. Это не кто-то говорит, а игумен Данилова монастыря патриарха Кирилла. Игумен Петр Мещеринов. Да. Иисусова. Что сегодня православие превратилось в религию белого магизма. Вот. И вышла книга его о наших недостатках. По благословению патриарха Алексея Второго. Я повторяю чужие слова. А повторяю потому, что это правда. Это действительно так. Вот я буду повторять, и что-то где-то случится. Щахнет выключатель где-то. Ничего не будет. Во тьме египетский народ живет. Сейчас проезжают, проезжают где миссионеры, православные-то, стали высылать. И говорят, нет ничего, они развалины, как патриарх Кирилл сказал. Ничего нету. Все уже растащили. Да сиделись. Друг с другом все воевали. Еретиков искали. Прелесть гордыня, прелесть гордыня, прелесть гордыня. Больше ничего нет. Сопрели в этой прелести. А это слово встречается только один раз. Во всей Библии. Один раз. И прелести женские. Груди и все остальное. Больше ничего нет прелести-то. Они не знают Писания. У них совершенно другая терминология. У них иной словарный запас у людей, которые сегодня пытаются быть руководителями православного народа. Они не знают пути. Они слепцы. Слепые. У них даже глазниц нету. Они ничего не знают. Любой вопрос, который задают им, они колобродят. Я смотрю 60 вопросов, которые задают патриарху. Он только 3,5 ответил правильно. Что спрашивают из простого народа-то? Ты по Евангелию открой, покажи. Люди пришли не к тебе. Люди пришли ко Христу. Ты его место захватил, а от его имени начинаешь вещать. И Бог говорит, мне на ум не приходилось, что вы говорите. Куда забрели-то? Маленько там вздрогнете. Вера от слышания. А от слышания чего? Не от Григория Паламы, а от слышания от слова Божия. А словом Божиим называется только Святая Библия. Только. Ничего другого нет. Почему Ян Златоуст в каждой проповеди до 70 раз ссылается на Библию? Ян Златоуст. Я повторяю. До 70 раз. А у нас сегодня он говорит и ни одного раза даже не помянет. 20 минут патриарх выступает, и слово Христос даже не произнес, не говоря про Библию. Что, нормально? Отец. Это не твой отец. Да. Это горло быть твой отец. Знаешь, Игнатий, вот это на субботу всеночное бдение. Я внимательно слушал это все богослужение, как прославляли Григорию Паламу. Это во всех православных церквях, это во всех канонах. Здесь он так, здесь подробно описано о нем. Это в Синоксаре почитать, если на, значит, на вторую неделю Великого Поста. Там тоже вот серьезно говорится его житие. И поэтому здесь нужно такое объяснение, ну, значит, так, чтобы она разъясняла лояльно. Что объясняла лояльно? Ты, отец, ты даже слова подыскиваешь и не знаешь, потому что ты знаешь Евангелие, Библию, и слов нету. Ты на одном месте топчешься и стоишь сейчас, и все. А нас будут люди слушать. Потому что там нет евангельского ни одного шага. Еще раз говорю, ни одного шага нет евангельского. И зачем это я об этом буду говорить и как-то... Я его не поминаю, его нету. Вы меня спросили, я ответил. Один раз ответил. За год, может быть. Подожди, отец. За что? Тогда проехали эту тему, да? Вот так. Да ее и не было. Я ее не проезжал и не задевал. Я никогда не вторгаюсь в то, что Бог сокрыл. А Давид говорит, я не входил в великое, для меня недосягаемое. Не смирял ли души, как дитя, отнято от груди матери? Зачем это выдумывать-то? Это абсолютно новая религия изобретена. Основанная не на Евангелии. Евангелие живое, это святая Библия. Возьми ее, пропитайся ею. Если там нету, нет там света. Нет света. Восьмая глава, двадцатый стих. Исаия, пророк, и считайте. Если слова ваши не сходятся с Библией, не верьте мне, Кирилл Усталимский говорит. Здесь ни одного евангельского слова нет. Он сказал о свете. Было о чем спорить. Нам нужно идти и нести живое Евангелие людям. Люди Евангелие не знают, Христа не знают. И вот что-то начинают накручивать. Не надо этого. Сектанты одолевают со всех сторон. И людям нужен Христос. Ничто больше не поможет. А Бога они не знают. Христа Бога не знают. Не знают. Я с народом общаюсь постоянно. И не только здесь, а... Не с двумя человеками знаюсь-то. И везде горе. Одно великое горе. Люди не знают Бога. И это не кто-то говорит, а почти все епископы говорят. И патриарх особенно об этом много говорит. Общины-то нету. Пришли, свечку поставили, прилепили. Из храма и все. И никому ничего не надо. Он говорит, вы остановитесь. Подойдите к священнику. Попросите чаю попить. Общины-то нету. Все чужие друг к другу. Ты занимаешься, у тебя есть. Ты мог людей оставить. Могли побеседовать. Там-то ничего нету. Вот где горе-то. Эта семья должна быть одна. Одна семья, рожденная во Христе. В крови его на Голгофе. Кого мы можем привести ко Христу, когда и сами, если не познали? Живое евангельское слово оставили, а начинает развиться. Давай. Да мы никогда не кончим спорить. Исихасты, все, что придумали там Григория Палама. Нас никогда не кончат эти споры. А наше единение у ног Христа. Я тебе вопрос задам попутно. Ты мне задаешь, я тебе задам. Слушай внимательно. И задай епископам вопрос. У тебя ручка далеко? Возьми ручку в руки. Я взял. Пиши. Вопрос о пророке Ездре. Я бы мог тебе его не называть, а назвать данное. Это единственный в мировой истории человек, единственный. Бога избранный, который сделал то, что ни один человек не делал. Он вывел народ израильский из плена. Как это? Мало? Далее. Он отстраивает стену Иерусалима. Он строит храм. Он освобождает относивших врагов благодаря тому, что он щитится знаком императору. Записывай. Это не все. Он, Ездра, собирает Ветхий Завет, книги Ветхого Завета, благодаря чему мы имеем Библию. И за ним не исчислится никакого греха, которые были за Соломоном, которые были за Давидом. Он безупречный. И его в святцах нет. Нету в святцах. Во имя Ездры ни одного храма нет за 2000 лет. Ни одного ребенка не назвали. А ему равных нету. Нету равных в мировой истории. Почему? Кто это сделал? Да. Ну, я вопрос задаю. Ты вот разузнай. Я долго работал над этой темой. Я нашел, кто это сделал. Человек, которому нет равных. За всю мировую историю. Три книги в Библии ему принадлежит. Его перу. Три книги. И ни во что не взято. В Библии, в святой, 61 раз упоминается его имя. 61 раз. В церкви ни разу не употребляется. Мы чужие к библейскому сказанию. Пока мы это не поймем, пока мы это не скажем, мы будем сгнивать. Думая, что мы живем. А мы с отлевшей мертвецы. Ездра, который собрал книги Ветхого Завета. Да как это можно было забыть-то его? Мы вспоминаем тех, которые трудились для Бога. В сто раз меньше. А его не помнят. Кто это сделал? Что, непонятно? Да. А ты подумай, Ездра, задай священникам, скажите, откройте святцы, почему его нет святых? Почему? Мария Египетская есть, его нету. Герасим есть, у него один только лев был. И тот не уверовал. Самоубийством закончил. А Герасима Петровича Павского, который Библию переводил, который Псалтирь, Матфея, считай, им это он перевел. Воспитатель царских детей, переведший весь Ветхий Завет. Его нигде не упоминает церковь. А это всего лишь только 150 лет назад было. Профессор Павский. Ты скажи, как в Библии относились русские люди? Он преподает в Духовной Академии и по просьбе студентов, семинаристов, не семинарии, а академии, переводит Ветхий Завет, написанное для лучшего уразумения. То есть академисты не понимают. И студенты, то есть семинаристы налитографировали 500 экземпляров. Власть прознала, жандармерия изыскали под страхом казни. Изъяли и сожгли все. Он воспитатель царских детей, высшей должности нету. Он знает еврейский язык так, что пишет учебники для еврейских школ. И его подвергают такому гонению, такой опале за перевод. Я долго искал, что это может быть. И наконец нашел тогдашний митрополит один и говорит, если Евангелие люди будут знать, в стране произойдет революция. Ты не слыхал про это? Нет. Это означает, что они на верхах Синод понимали, что идут совершенно неевангельским путем. Дать людям Библию на русском языке это будет революция. Это офаналять надо. Ну и пришла революция. Так пришла-то. В ней-то участвовали как раз православные. В ней в революции не участвовали баптисты, духоборы и другие, которых в руках была Библия. Ни одного не было там. А Каганович семинарист, Сталин семинарист. И опять то же самое делают. Опять олигархи, опять связали с властями, с золотом. Ты вот считаешь такое? Господи, владыка живота моего. Считаешь? Да, молитву Ефрема Серина. Считаю. Так а почему ее уменьшили? Ефрема Серина, молитву-то? Кто разрешил это делать? Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия. И сребролюбие выбросили, потому что утонули в этом. А ты хочешь убедиться? Пойди к любому старобрядцу. У них без реформы. Так и сохранилось. Сребролюбие выкинули. Да это корень всех зол, Павел говорит. Как можно было выбросить? Ты вопрос эти задай тому, кто гордится. А то прелесть, гордыня, прелесть, гордыня, больше ничего нету. Нам надо научиться плакать. И день и ночь молиться. Смотреть, что вокруг нас делается. И делать соответствующий вывод. Я попутно задам вопрос тебе. Еще один. Почему во время Великого Поста при чтении канона Андрея Критского покаянный канон считается житие Марии Египетской, а не Марии Магдалины. У Марии Египетской ни одного шага евангельского не было. А Мария Магдалина была апостолом для апостолов. Выше этой женщины не было никого, не считая преснодева Марии Богородицы. Это кто так вывернул? И Марии Египетской ни один человек не может подражать. На 47 лет уйти в пустыню корешки этого не было. Это надо пройти жизнь путаны блудницы. А Мария Магдалина она вся в Евангелии. Про нее свидетельствуют святые. А ее не считают, биография ее не знает. Кто это все так выворачивает нам? А мы начинаем Григорий Палама вот тут и наломали. Нам не Григорий Паламан уже на Евангелии живое, святое, чистое. И не злите на кого-то. Я говорю где Слово Божие. Я гляжу отношение к сектантам католикам абсолютно неправильное. Нам надо многому научиться от тех, которые трудятся в Слове Божьем. И им сказать они не церковь, потому что нет епископата рукоположенного. Нет благодатного священства. А в остальном нам только стоит голову склонить. Я вот собираюсь сейчас в поездку, если Господь благословит, 27 мая, молись, мы должны пройти Украину. А дальше идем в Румынию, Болгарию и уходим на Грецию. Дальше мы переплываем в Италию. Идем через Францию, Испанию, и до Португалии. Возвращаемся, нам нужно открыть визу. Сейчас нам помогает Англия открыть визу. И говорят, на три дня даже не думайте, мы вас оставляем пять, иначе, говорят, королева обидится. Устраивать встречи разные, встречи с людьми по всей Англии. Если Господь благословит. Я говорю, чтобы в день было две-три встречи, не меньше, тогда я могу остаться. А дальше нам нужно пройти весь центр Европы, Скандинавию, четыре государства, и переплыть в Винский залив и начать работать в Прибалтике. А потом уходим на север. У нас необыкновенное путешествие придлежит, но как будет, мы не знаем. Мы просим, как в прошлом году, благословенная Грузия была с нами. И ты это знаешь. Да, да. Они помнят. Да. Так вот о чем я хочу сказать. Я говорю не от того, что не о чем говорит, а о том, что скорбит душа моя. И мне говорят, как вы все это зная, Евангелие, и можете в православии находиться. Потому я там и нахожусь, что я знаю, что это церковь, и она нуждается в том, чтобы быть здоровой. здесь уже спасается кто как может быть, кто там на досках, кто на других обломках. Видишь, вот так утрамбовалось все, закаменело все, эту стену так можно пробить. Только, конечно, только Господь может. Здесь такие, как учителя, как равнополтная мина. Вот на таком уровне здесь вот такие учителя нужны. А здесь на каждом месте мы должны быть свидетелями святого Евангелия и служения Господу. Я пробовал говорить уже о монашеской разъясняции, о крещении полным поражением, что я всегда делаю. Но когда ты начинаешь вот эти темы, они там пойдут там по-друге спросят и на что-то борются за что мы неправильно крещены. Понимаешь, и нету у них основания вот этого говорить. Поэтому здесь уже кто значит прораспрещен значит его и готов для этого, то, конечно, его нужно опять полным погружением докрестить нужно. Ну и самое главное, что здесь вы умерли для Христа и воскресли с ним. Поэтому если ты даже и покрестишь его полным погружением, но если он не сведует Слове Божьем, он не живет жизнью воскресенье и возрастает в возрасте духовном, то это будет здесь просто исполнение правильного обряда. А здесь человек духовный и человек плоской. Здесь вот это возрождение, конечно, оно происходит, но что человек постоянно, как я каждый день умираю, апостол говорит, что всегда значит не оставались младенцами и хромившими на оба колена. Вот если там был гневливый, значит работай над летим, молись об этом Иисусовой молитвою, приводи примеры отцов, апостолов, возьми у них это, это очень правильная мысль, не надо там вот говорить о таком, что вообще не понимаешь. И тем более вот это я тоже мысль не говорили апостолы об этом. Вот так вот но понимаешь здесь вот таком обличительный тон он значит здесь ну понимаешь как человек вот так вот на него нападаешь здесь и у него сразу защитные функции здесь срабатывают здесь хотя бы он уже значит истинно он значит здесь спокойно нужно разъяснить ему что да здесь вот доказательства там постучаться здесь окопать обложить навозом эту бесплодную смоковницу поставить еще на один дом так а надо говорить что она бесплодная отец надо говорить что она бесплодная или нет или столько с навозом возиться ты говоришь надо защитная функция а когда ян креститель говорил по рождению ехидина почему ни у кого тогда не срабатывала защитная функция он не думает умереть слово мимо него он не избран не избран ваше дело пойти пригласить на брачный персину мотфея 22 глава они не идут не идут это их участь кому то голову разбили говорил что пока приблизилось церковь небесное он раскрывал ему учения о воскресении и о будущей жизни что вы теряете вот если вы не обратитесь совершите достойный плод покаяния а если они уже такие были деревянные жестоковые тогда он им эту статью применял значит я пробовал вот с этого начинать детьми я так грубо но считай грубо жестоко обращался и вот первое вот это учение о любви о прощении вот в воскресении читали значит это расслабленного на постели принесли он увидел веру их вот это раскрыть тему господь сердцевидит и тогда прощаются тебе грехи твои кто это может прощать грехи вот это божество раскрыть что имеет христос прощать грехи вот раскрыть это глубоко эту тему в деталях показать на этот грех прекрасные методики здесь об этом говорить но когда вот все время с нажимом даже устаешь читать слушать вот это и даже думаешь слушай что он такой заводной ты когда последний раз говорил о пьянстве прихожан последний раз когда говорил проповедь о пьянстве о пьянстве да ну да я так прихожанам очень не говорил нам надо но частном случае когда я вижу пьяного я всегда ему говорю ведь он начинает говорить я грешный я грешный да вот я говорю почему ты на ногах не стоишь да вот говорю о пьянстве так вот Иоанн Златоуст говорит проповедь за проповедью говорит об одном и том же а не то что Христос умер за нас о Христе что умер за нас один раз сказали уже люди знают и крест показали почему вы пьете а теперь люди говорят ему вот ты говоришь пятнадцатую проповедь о пьянстве и посмотри в окно ты видишь вон стоит трактир это твои прихожане пошли а Иоанн Златоуст говорит а я и не говорил что сумею всех убедить ну не всех не убедил но хотя бы некоторых то убедил вы же никуда не ушли но если бы все ушли я все равно буду говорить что петь не надо вы погибнете пьяницы старствия Божия не наследуют а у меня приехал брат родной и он приехал лечиться от алкоголизма и он после укола лежит и слушает мне надоело это уже каждый день одно и то же а я насчитываю Златоуста насчитываю один том второй а он лежит слушает никому не надоело а ему надоело почему а потому что у него торпеда зашита вот почему поэтому просите у Бога пророческого духа и тогда вам не надо будет думать принимают не принимают защитная реакция все это выдумка ты будешь говорить то что Бог тебе положил на сердце пророк Иеремия говорил я молод не могу Господь говорит иди, чтобы я не поразил тебя и ты не думай а я буду говорить а никого не будет Иоанн Златоуста хотя бы один остался но правду мою я не уступлю никому а они уйдут не уйдут кому остаться они останутся ты должен быть ты должен быть отец отец библия для всех одинаковая в библии не говори что ты одну главу считай где гладится а другой не считай в библии рассыпано все и строгость и милость притом непрерывно а другом что на этом инструменте совершенном надо уметь играть то есть как на инструменте уметь играть так и на слово как ты это сам меня учил хорошо слово а ну да хорошо слово вовремя вот это ты не отвечаешь меня жешь да а я тебя жду как ты ответишь да хорошо слово вовремя не знаю другое все одним понимаешь если он уже там это просто надо помолчать и сказать Христос тебя любит да вот я наверное рассказывал свою историю вот я еду в Халтуба мы такие веселые там после развлечений там едем и вот мне один человек его Николай зовут он с Украины да говорит на ум говорит я Христос любит ну все что угодно можно было а вот такое слово я не ожидал никогда услышать да это сразу меня заинтересовало что меня да и сейчас я совсем у меня другая программа да ну кто ты что ты да и вот он мне дал я там рядом жил дал Евангелие почитать я прочитал вернее Библию я прочитал пророка наума да и понял что что мне учили вот эти программы которые безбожные там что-то мне учили да они ну как разбивались как пришел гной это народ выходит который нас окружает мы его не знаем вот этот Степаненко говорит женщина которая рождает ребенка вне брака он называет на букву Б знаешь что-то такое да его за это дело усыпили это церковное слово называется бледословие пустословие в словарях это написано Григория Дещенко это произносит во время службы как за него усыпились все я говорю а ты знаешь почему потому что ты ткнул факелом горящим в прихожанах я четыре года служил соломщиком и не раз это повторяется слово набер да так вот надо людям сказать в каком состоянии они находят вот придумали Бог грешника любит а грех ненавидит да где вы такое видели Бог говорит я ненавижу вас я истребляю нет Бог грех ненавидит грех как будто какой-то кисель отдельно в воздухе висит медуза плавает в море и друг у друга лжепророки воруют слова написано и православное повторяет и баптист одинаково пища к Богу не приближает и не отдаляет я говорю а где ты нашел не отдаляет а написано я говорю ну если ты найдешь я тебе новую Библию подарю нет этого пища отдаляет от Бога из рая вывалился человек из-за пищи сатана подошел первое сделай камни хлебами из-за пищи печать получат люди во лжи плывет все и везде выходят братья и сестры братья и сестры 68 раз в новом завете написано братья а братья и сестры ни разу вам не по мозгам это ни разу нигде во всей Библии не говорится сестры почему нельзя запрещено если к ней обращаются имеют право сказать жена домолчит церкви не надо выдумывать и патриархи все одинаково лгут вы не можете правильно проповедь сказать ты говори евангельским языком евангельским братья а где братья это второе приложение братья и сестры никогда не говори а ведь бесполезно во всех журналах везде так пишут сектанты все одинаково потому что не хотят трудиться над словом Божиим над собою ян златоуст 12 томов по 900 страниц и ни разу не говорит братья и сестры василий великий не говорит то есть эта зараза уже пропитала мозги людям и что я буду говорить о рукоположении сначала речь свою исправьте святые запрещают делать подмену слов если это содомский грех не надо говорить нетрадиционная у него сексуальная наклонность это содомиты и мир будет сожжен они приближают огонь вселенский вот Грузия как встала и все закрылось пример показала Грузия я своего дорогого брата там видел ну у нас конечно на эта тема очень ревнует служители но чтобы вот было такое ну на основании слова Божия ну есть проповеди но вот тогда вышло это когда было 17 мая ну вышло были тучи молодежи здоровые красивые прекрасные но понимаешь вот такого трибуна вот такого евангелиста чтобы вот так призвал нет конечно такого не было и но сейчас у нас много молодых священников которые говорят хорошие проповеди призываются на на дагестанском на русском а потом с молодежью как когда мы ходили к Гоге к этому Георгию это к Пресс-Питеру да 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 ну он был очень прекрасный евангелист да он хорошо знал слово Божие при том здесь он был такой Грузин который здесь как Божий Грузин был что значит интересы спасения он ставил выше своей нации и значит и даже свое вот это как будучи фактическим пресвитером а там община насчитывала не одну тысячу человек он приходил в православную церковь он дружил с патриархом Ильей нашим святейшим патриархом вот сейчас Господи дай ему здоровья еще долгих лет жизни чтобы подготовил себе достойного преемника и вот он с ним дружил и патриарх тоже смелый человек говорит давай говорит Гобием расскажи нашим братьям да и дамам да так здесь расскажи им вот такое слово живое Божие да и вот его слушали да его говорит ух как он говорит хорошо здесь приходили люди а потом одна говорит а почему ты не крестишься ну а там эти баптисты значит здесь да и вот потом они начали значит подняли смуту почему он не крестится откуда он и кто он такой почему его не знаем ну и кто то там говорит он же баптист ну значит дали уже повод и значит пошла такая смута между людьми ну патриар говорит вот ты же видишь слово нужно но души не готовы чтобы принять его на отец на ум отец на ум обожди мы с вами к нему ходили и вот женщина которая подошла ему она говорит ты антихрист ты перекреститься не может и он заболел и говорит если бы я выздоровел я бы сейчас перекрестился все я допустил ошибку он это осознавал я потерял кафедру там на тысячи людей я выходил я это помню как сегодня я его в пример ставил да вот это да да царство ему небесное да но там с этой общиной получилось он столько лет окормлял сейчас произошло большой раскол значит там был один проповедник хороший хороший ученик дядя Гоги они были на равных значит Малхас Сагула Молашвили значит он изучил английский язык начал ездить там в Америку в Лондон ездил ну и вот он принял там какое-то направление здесь и вот он приехал сюда в Грузию ну как он был уже епископ их значит он уже значит плел как у них в Американской церкви они одевают там подрядники одевают кресты одевают иконы вот здесь вот они уже значит а эти борсисты они и согласились они значит уже отдельно начали собираться ну так как он имел большую материальную поддержку они там в районе Бедубе открыли там большой центр и значит там они у них дома таких оспис есть они там их кормят ухаживают за ними ну и там у них тоже большое собрание было а где мы были уже ну тоже собрание я уже не знаю детали и вот что сейчас самое главное что они значит оттуда взяли эту идею рукоположили женщину епископа ну у нее трое детей благочестивая женщина вот так она там проповедница ну хотя бы ну пускай так будет значит и вдруг вот я на прошлой неделе читаю записку что эта женщина говорит баптистская баптистский епископ награждена большую награду из Лондона здесь за что что вот она этих садомистов говорит они тоже имеют право на жизнь вот так вот здесь это у них такая ориентация здесь да и вот пускай они живут вот ну я не помню дословно да и вот за это они сразу ей дали премию здесь я не знаю как нас было воспитано все это на этом слове Божьем и здесь такой поворот в общем спаси Господи здесь а эти баптисты вот я там их туда не хожу но некоторые я старых встречаю говорят нет мы туда не ходим мы у нас есть свое общение мы по-прежнему вот стоим учения там признаем росту значит священное писание правильно разъясняем вот такое у нас горе можно так сказать что уже верующие вот здесь пошли в это болото там да и вот наверное это целая любия там же большую премию она получила за это да слепые и и руководители и возни слепых вот так получается ну я иногда значит тогда среди иеговы даже иногда дерзают вокруг там нашей церкви проходить да мы серьезно беседуем здесь вот даже есть люди подготовленные здесь вот с с диалогом но с бесполезно говорить нужно глагол божий говорит как это говорит говорит глагол божий говорит открытим оком если господин откроет то если я уже уберился то нужно такое действование вот как тебе вот встать там и говорить вот допустим я еду если я в автобусе день победы и в одинах есть я такая ну в одинах вся такая стройная очень пожилая все это да то есть надо слушать сколько у меня подвигов одинах надо охренеть сказать да ну вот я говорю что ты сохранил что мое прошло и есть такие подвиги есть ты видишь что уже время кончается твоя жизнь Христос живет вечную жизнь твою там людям твой подвиг за жизнь положить за други твоя здесь будет достойное воздаяние и она говорит ты мне говоришь о Боге и она сразу водитель остановись откуда его милицию и а он начал говорить он тебе хобошее сказал на что ему милицию нет ну они же командовать умеют здесь у него такая жилка была тракт в рот не положи палец ей останови водитель да ну водитель мне говорит слушай видишь что за человек она говорит иди тихо на руку отъем дверь я пошел по дороге но видишь ну я сказал мне спокойно стало я мне говорит если не скажешь то вот здесь ищу себя значит поэтому здесь нужна определенная мудрость и конечно и познавение научиться что-то плохо слышно у тебя ладно стало запинаться слова просто рвется и все ну давай благословляй и отходи да ну с миром с всем спасибо а то ничего уже не слышно давай отключайся что-то запинаться стало интересно что она перестала прям совсем никуда что плохо сейчас закрою вот видишь как вышел отец а я как знал что кто-то выйдет мне никак нельзя тут ничего вопрещать то